На этот раз Кубинка. Рабочий день главы Одинцовского округа и его заместителей начался в местной администрации. Пункт номер один в повестке насыщенного рабочего дня совещания. С 1 июня на портал Добродел поступило почти 400 обращений от местных жителей. Чаще всего жаловались на ремонт дорог, вывоз мусора и уборку территории общего пользования. Разбираться будут совсем по порядку, причем во всех территориальных управлениях округа в рамках проекта «Воездная администрация». Считаю, что он эффективно работает в Звенигороде. За эти полтора месяца мы видим серьезные результаты, сдвиг к лучшему и такого же результата хотим добиться и в других поселениях нашего округа. Кубинка-10. Детский игровой комплекс. Резиновое покрытие требует ремонта. Решить проблему планировали еще весной, но пандемия внесла коррективы. Андрей Иванов дал поручение заместителю по благоустройству устранить причину жалобы до конца месяца. Резиновое покрытие пока солнечные дни можно сделать за пару-тройку дней. До 30-го успеть можно. Если будут завершены конкурсные процедуры, то мы успеем. Наверное, где-то какая-то приоритетность переставится в работе. Но просьба здесь все-таки найти силы и ресурсы не переносить еще раз, а до 30-го числа сделать. Нередко стали жаловаться жители Кубинки и на перебои в работе 27-й маршрутки. Перевозчик объясняет водителю в отпуске. А глава округа призывает руководство компании обратить внимание на Звенигород. Там жалобы горожан стали основанием для расторжения договорных отношений с транспортной компанией. На территории нашего округа должны работать только добросовестные компании, которые соответствуют всем регламентам. Там основным параметром это и количество людей в автобусе, количество маршрутов. Соответственно, не опаздывать по расписанию. Везде ГЛОНАСС, везде терминалы, карта стрелка и так далее. Отдельно на совещании обсудили вопросы благоустройства. За последнее время территориальное управление Кубинка заметно преобразилось. Но работать еще есть над чем. Например, городу не хватает парковой зоны. Для нее уже выделен земельный участок. Теперь дело за финансированием. Суббота, воскресенье. Все дома. Воздушники все проверяем. Ну, чтобы исключить нештатные ситуации именно внутри дома. В общем, все как бы логично. Распоряжение вовремя выпуслено. Мы все это организовываем. То есть до конца недели у нас во всех квартирах округа появится стихон? Да, будем стараться. 23 сентября в Одинцовском округе официально стартовал отопительный сезон. Котельная в Кубинке-10 к холодам полностью готова. Хоть и была передана Министерством обороны на баланс муниципалитета только в апреле 2019 года. Все 167 котельных у нас в боевой готовности. Все прошли в соответствующей проверке. Все замечания были устранены. Поэтому мы готовы на 100%. До конца недели тепло появится во всех многоквартирных домах Одинцовского округа. А их более двух тысяч. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.